Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал ChinaGuardgets и сегодня поговорим о самом доступном смартфоне от компании Xiaomi на 2022 год. Да, наконец-то компания разродилась и выпустила замену своему неповестово слово самому покупаемому девайсу 2021 года. Да, как бы это странно не звучало, но топ продаж у компании в прошлом году занял не всеми любимый и обожаемый Poco X3 Pro, а именно Redmi 9A. Хотя, откровенно говоря, на мой взгляд машинка получилась довольно спорной и назвать её шустрой даже при простой повседневной эксплуатации без лишних напрягов я не могу. И ребят, небольшое отступление, большущая просьба, если вам нравятся подобные тесты и обзоры, чтобы не потерять меня в будущем, подписываемся на мой Яндекс Дзен и Телеграм. Там и ролики будут выходить чутка пораньше и просто в случае чего вы не потеряете меня из виду. Все ссылочки, разумеется, будут в описании под этим видео. Причиной его популярности, как вы поняли, стала цена. Так, за Redmi 9A компания просила около 80 баксов. Да даже сейчас, после подъема курса, смартфон не стал каким-то сверхдорогим и недоступным. Нет, он по-прежнему бьёт топы продаж. Многие даже брали его тупо к вторую звонилку и так далее. В общем, статистика продаж говорит о том, что как бы я ни плевался, не говорил, что Redmi 9A не лучший вариант для покупки, он всё равно остаётся горячим пирожком. Так вот, компания Xiaomi, по всей видимости, уже сняла девятку с производства и запустила в продажу 10A, нехило так прокачав бюджетку по многим пунктам, но при этом постаравшись оставить вполне гуманный ценник. Хотя, опять же, я знаю несколько вариантов чуточку получше за этот же прайс, но сегодня, к сожалению, не о них. Первое, что бросается в глаза, это, разумеется, дизайн. Недавно я делал видео о другом горячем пирожке от компании Xiaomi из доступного ценного сегмента. Им стал Redmi 10C. Так вот, 10A от 10C внешне, ну вообще, практически ничем не отличаются. Они полные братья-близнецы, за исключением того, что 10A чуточку покомпактнее. Во всем остальном, внешне их можно с легкостью перепутать. И что не свойственно самым доступным вариантом, из А-линейки 10A получил еще и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Мелочь, приятно. Хотя, с первого взгляда его можно даже и не заметить. Ну, а всем остальном, привычный бюджетный аппарат от компании Xiaomi. Но сейчас присаживаемся поудобнее, запасаемся фрикадельками в карамельной глазури, ибо я максимально кратко и содержательно постараюсь им рассказать о всех фишковых функциях новенького народного топа от компании Xiaomi. Новый Redmi 10A получил не такой уж и новый бюджетный восьмиядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно Helio G25. Да-да, тот самый G25, который, откровенно говоря, не блещет игровой производительностью. Но стоит отдать должное, новенький Redmi 10A не позиционирует себя как игровое решение. Это, опять же, продвинутая звонилка с функцией мультимедиаплеера и серфинга в интернете для социальных сетей и тому подобному. Для повседневных задач, опять же, данного железа вполне должно хватить, но рассчитывать на игры, особенно по типу PUBG, уж точно не стоит. Не, поиграть на самых минимальных минималках всё же получится, но особого удовольствия от такого геймплея вы всё равно не получите. А вот нетребовательные инди-проекты и всякие донат-фермы тут пойдут на ура. Повторюсь, поиграть тут можно, но далеко не во всё и с большим натягом. Скрашивая ситуацию, по сути, лишь наличие в базе 4 гигабайт оперативной памяти вместо двух. И вот это знаковое событие, так с двумя на том же Redmi 9 жить просто невозможно. А вот теперь же в повседневной эксплуатации, я думаю, наш герой будет вести себя куда приятнее и плавнее. Да и софт не будет при сворачивании просто нафиг выгружаться из системы. 4 гигабайта и сейчас базовая база для адекватного пользования устройством. Но это не всё, теперь у Ашки будет модификация и на 6 гигабайт оперативы. Что ж, до накопителя, то он в зависимости от версии составит либо 64, либо 128 гигов, что в очередной раз рекорд для линейки. Так что с памятью, наконец-то, никаких проблем не будет от слова совсем. Питает всё это дело, опять же, вполне неплохая, но предсказуемая баночка на 5000 мАч. Без рекордов, но на день актива уж точно хватит. Что ж, до быстрой зарядки, то она тут скорее классическая, всего на 10 ватт. Но производитель заверяет, что заряжаться будет новинка не более двух часов, так что норм. Экран, по сути, сюда полностью перекочевал из предшествующей модели Redmi 9A. Это всё та же IPS HD Plus матрица с диагональю в 6,53 дюйма и классической частотой обновления в 60 Гц. Единственное, также обещали немного подтянуть максимальную яркость, так как в 9А при использовании смартфона днём на улице этой самой максимальной яркости немного, но не хватало. Надеюсь, недочёт действительно пофиксили. Ну а так, для бюджетки экран вполне себе предсказуемый. Ну и конечно же не обошлось без рудиментарного каплевидного выреза сверху по центру под фронтальную камеру. Кстати, сама фронталочка тут опять же на 5 Мп с возможностью записи видео в Full HD разрешении. Не сказать, что предел мечтаний, но для его класса вполне предсказуемо. Качество фото будет на уровне с предшественником, то есть среднее с учётом его стоимости. Ну а основная получила всего один главный сенсор на 13 Мп. Ни шириков, ни макро тут нет. Как говорится, только хардкор. Ну и опять же камера нас ждёт точно такая же, как и в предшествующей модели. То есть при хорошем освещении снимки будут получаться адекватные, местами даже неплохие. Ну а в сумерках и ночью так себе. Правда, опять же всё предсказуемо. Но остальное всегда покажут только наши реальные тесты и сравнения. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, фирменную булочку MIUI 12.5 с корым обновлением до тренажки. Не знаю, что остановилось делать обнову прямиком из коробки, зато Android обещают максимально свежий, то есть 12. Также новинка получила, как я уже сказал, сканер отпечатков пальцев. И во всех источниках говорится о стереозвуке, что для меня откровенно дико для данного сегмента. Если тут действительно стерео, тогда моё почтение. Ну а NFC будет только в глобальной версии, например, для рынка России. Что ж, до ценников, то за базу 4.64 в произведении просит ровно 100 долларов. За версию 4.128 уже 125 долларов. И за топ жир 6.128.139 баксов. И в целом, если брать базу и не заморачиваться, а разъём под карточку памяти тут есть, то аппарат за сотку получился вполне себе адекватным, местами даже неплохим. Да, он точно не для игр, но для повседневки сгодится. Ну а вы, ребят, обязательно напишите в комментариях под этим видео, как вам в целом новенький Redmi 10A. С радостью побеседуем и разберём его по косточкам. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»